За все, за все, что Он делает для нас. Многого не заслуживаем, но Он все равно делает, потому что любит нас. Так как мы любим своих детей. Я сегодня хочу говорить, братья и сестры, на такую тему, о посте. Она будет немножко, не будет короткая. Я потому что постарался все, что у меня было, соединить, чтобы на одном служении все сказать. Потому что это такая очень глубокая тема. И даже сейчас, что я буду говорить, невозможно все сказать. Вы сами додумываете, сами ищите, сами домысливаете. Потому что тут очень большая пища для размышлений, для всех нас. Тема, скажу, она очень серьезная, очень важная, очень нужная для нас. И в первую очередь, вообще для христианского роста. Я когда начал вообще изучать, вообще у меня в сердце это зародилось. Это еще полгода назад, а посте я начал размышлять и читать эти местописания. Я понял, что без поста христианин, он очень-очень слабенький. И при первом черновении метра он погиб. Это я сравнил, знаете, когда человек приходит в армию, то есть когда христианин приходит в церковь, да, и в армию ему объясняют, показывают оружие, которым он должен наивать, да, как его разбирать, собирать, показывают приемы различные, да. Но дальше он должен это все постигать, да. Он дальше должен тренироваться, чтобы наращивать свои мысли, мышцы, чтобы была сила, с которой он должен сражаться. И если он не будет тренироваться, тренировать свои мышцы, да, то эти знания, они ему мало пригодятся, когда враг должен наступать и когда начнется война или военные действия, да. Он первый погиб, он первый погиб, потому что без тренировок. Я так понимаю, я считаю, что пост это очень важная составляющая в жизни христианина. И я так назвал свою проповедь. Пост это универсальное лекарство. И знаете, лекарство от слова лечить, от слова лечить. И действительно, пост, он лечит многие сферы нашей жизни. Если так глубоко вдуматься, его глубоко посмотреть, пост, он лечит многие сферы нашей жизни. И больше скажу, что без поста мы даже не сможем вылечить некоторые сферы нашей жизни. Просто невозможно, лечение не подается. Я, Иисус когда-то сказал ученикам, да, сей род сгоняется только постом и молитвой, да. Вот есть определенный такой род бесов, демонов, который изгоняется, он сказал, только постом и молитвой. И я обратил внимание, он не сказал молитвой и постом. Почему? Потому что он сказал постом и молитвой. То есть без поста есть вещи, которые ты не можешь решить в духовном мире, в духовной проблеме. И Библия, и Ветхий Новый Завет я буду немножко зачитывать, потому что эти мысли я давно собирал, да. И чтобы не запутаться, не греть, я буду кое-что смотреть, потому что это не одного дня я писал здесь, собирал. И Библия, и Ветхий Новый Завет, они, если мы посмотрим, очень много говорят нам о посте, очень много есть мест. И так же, и вот такое, да, если, что такое пост вообще? Что, что такое пост? Пост – это добровольный отказ от пищи. Если так кратко можно выразить, я еще потом немножко расширенно буду говорить, но, если так кратко выразить, это добровольный отказ от пищи человека в пользу Бога, чтобы достичь каких-то духовных высот, достичь Бога. Знаете, такой интересный факт, что в Эдемском саду человек, он потерял общение с Богом через пищу. Да, если мы так будем по глухой буквоедами, да, если мы не будем смотреть вот эти духовные еще прогнозы, то человек потерял общение с Богом через пищу, да? Адам и Ева, они упустили за вредный плод, и их отношения с Богом, они прервались. И так же, смотрите, через отказ от пищи человек может наладить отношения с Богом, человек может приблизить свои отношения с Богом, если они далеки. Человек может приблизиться к Богу, стать намного ближе, стать намного роднее, если так можно выразиться, через отказ от пищи. Если бы это не нужно было, или если это был какой-нибудь такой малозначащий момент, знаете, в жизни христианина, я думаю, что в Библии не уделялось бы так много внимания постам. Постились патриархи, постились пророки, постились христиане, постился сам наш Господь Иисус Христос. Так что я считаю, что пост это очень важное такое значение имеет. Вы знаете, если мы читаем о постах в Библии, то всегда Бог отвечает. Всегда Бог отвечает, и приходит ответ после постов. И сегодня, знаете, такое время мы живем, когда люди, христиане, они меньше стали поститься. Меньше мы постимся, чем первоапостольская церковь. Меньше мы постимся, чем дальше христианская церковь. Даже мы меньше постимся, чем та церковь, которая была гонима во времена коммунистов. То есть сейчас, как вы такое знаете, расслабление пришло в христианскую жизнь. Может многие считают, что без поста возможно достичь чего-то в христианской жизни, каких-то духовных высот. И я хочу сказать, да, такое местописание есть у Риблиана в 12.1. Я, знаете, как буду, я, чтобы сократить, я не буду читать все местописания, я буду их говорить, если вы хотите, записывайте, и дома будете читать. Я буду их просто цитировать. В Римлянам так написано. Итак, умоляю вас, братья, небосердием Божьим, представьте тела ваших, жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Что же такое пост, братья и сестры? Это один из основных видов богоискания. Это служение Богу, братья и сестры. Если посмотрим на основании Библии, мы читаем, да, то есть старец, который, как евангелист Лука описывает, которая постом и молитвой, да, написано, днем и ночью она служила при храме. Знаете, я если приду на небеса, я хочу ей задать вопрос, на какое здоровье. Ей было 84 года. Написано, днем и ночью она служила постом и молитвой. Бог называет, Дух Святой называет пост, это не просто пост, это отказа, это служение Богу. Я не знаю, я до конца не знаю, как это можно выразить, пост служение Богу, но Дух Святой говорит, что пост это так же мы можем служить, если мы постом и молитвой, мы служим Богу. Пост, он приближает нас к Богу. Пост, он помогает преодолеть нам многие наши грехи, помогает преодолеть нам многие наши проблемы, помогает отказаться от многих вредных привычек. Только через пост мы можем отказаться от многих вредных привычек. Что без поста? Мы иногда часто молимся и, знаете, молимся, молимся, а ничего не получается, в жизни ничего не происходит. Я скажу, нужен пост. Потому что бывает так, что молитва, она не всегда, не всегда дает ответ. Нужно попаститься, нужно немножко потренировать свою плоть, немножко нужно смирить свою плоть. И вы знаете, когда я читал местописание, которое в Библии написано насчет смирения, я везде подставлял слово пост. Потому что когда мы часто в Библии говорим, смиряйтесь под крепкую руку Божию, станем смиренными в Господе и вознесет вас, да? Святой доосвящается еще. И я стал так размышлять. А как? А как на практике мы можем смиряться? А как на практике мы можем освящаться? Мы знаем, что в Библии так написано. Мы знаем, что это надо делать. Часто говорят, ну вот если там, допустим, тебя обидели, ты не должен ответить. Мы понимаем, что это так, братья и сестры, но это трудно. Это трудно, нам надо к этому прийти. Мы все это понимаем. Как тот воин, который приходит на службу и ему рассказывает про его оружие. Мы это все понимаем. Но как нам на практике этого достигать, братья и сестры? Я скажу, через пост. Через пост. Пост помогает нам усмирять свою плоть и помогает, чтобы наш дух возрастал. Святой написано, да, освящается еще. Да, есть такое местописание. Посмотрите. Когда мы в посте, все идут кушать, а я не иду кушать. Почему? Потому что я в посте. Все идут развлекаться, я не иду развлекаться, потому что я в посте. Все идут на какую-то вечеринку, а я не иду, потому что я в посте. Все молятся, а я больше молюсь, потому что я в посте. Все читают Слово Божие, а я больше читаю Слово Божие, потому что я в посте, потому что пост, он меня подстегивает к этому. И вы знаете, одно из определений святой отделен. И когда вот мы этим самым отделяем себя от вот этого всего, да, что все делают, а я не делаю, а я ближе к Богу, а мне нужно побольше помолиться, а мне нужно поиск Божий, мне нужно найти Бога, мне нужно получить ответ. Этим самым я отделяю себя, то есть я конкретно на практике освящаюсь, понимаете, пост, он помогает мне на практике конкретно освящаться. Вот это практика, это то, что может происходить на практике, братья и сестры. Пост приближает нас к Богу. Это также акт смирения и раскаяния пред Богом. И вы знаете, очень такой интересный момент, я нашел в Библии, когда пост ради покаяния. Это когда был такой нечестивый царь Ахав, и когда ему пророк сказал, что он ему сказал все, что Бог ему сказал, что ты такой нечестивый, хуже тебя царя не было, и я произведу на тебя там великий гнев. И написано, что Ахав, в третьей книге царства, он разодрал на себе пепел, он насыпал на себя пепел, он принял эти слова от Господа. И написано, он в раскаянии и в посте прибывал пред Богом. И там написано, знаете, что потом, что Бог сказал этому пророку, посмотри, как смирился предо мной Ахав. И за то, что он смирился предо мной, я не наведу, говорит, на него беды во время его царства, наведу беды во время, когда сын его будет царствовать. Так говорит Бог. Вы понимаете, я часто в жизни тоже делал, будучи христианином, неправильные вещи. Часто мне приходилось каяться, часто приходилось просить прощения пред Богом, но я никогда не раскаивался пред Богом в постели. Знаете, это такой... То есть мы на деле, мы показываем на деле, как мы верим Богу. Мы этим актом показываем, что Господь, насколько мы смиряемся при Тобой, мы показываем это, не просто говорим в молитве, мы показываем. Написано, духом умерщвляйте, делам мальчики. Так, так и встает интересный вопрос. А как? А как? Если мы будем только читать Библию и молиться, поможет ли это нам? Достаточно ли это будет нам? Мы читаем, что много может молитва правильного, да? Или не так? Или там немножко такое есть? Пометка. Много может усиленная молитва правильного. Есть такое? Вот смотрите, не написано, много может молитва правильного. Хотя молитва много может, братья и сестры. Я против молитвы ничего не имею. Но написано, много может усиленная молитва правильного. Значит, наша молитва, она должна быть чем-то усилена. Духом умерщвлять и дела плотские. Как я могу духом, духом умерщвлять свои плотские дела, свои плотские желания, отказываться от всего, чего мне не нужно, то, что лишнее, то, что меня может удержать на земле в день Вознесения? Пост. Пост, через пост я могу смиряться. Плоть, ох, какие нехороши, ох, как она требует своего. Но потом, когда мы понимаем, к чему мы идем, какова цель нашего поста, плоть она потом смиряется. И дух, он начинает так же словать, дух он начинает действовать, дух он начинает расти. И духом мы можем тогда умерщвлять дела плотские, когда плоть, она находится в смирении. Когда мы не в посте, очень трудно смирять свою форму. Очень трудно побеждать свои плотские желания, потому что плоть она на высоте, потому что мы ей даем то, что она хочет, то, что она видит. Я говорю так, часто мы делаем. Но в посте, в посте мы можем побеждать. И как раз на практике духом умерщвлять дела плотские. Еще скажу, пост это внедрение нашей теории в практику. Это как раз то, что я говорил, братья и сестры. Библия так же учит нас. Написано, упражняйтесь в постах и молитвах. Да? Что это означает, это место Писания? Упражняйтесь в постах и молитвах. Это значит, что если я услышал проповедь о посте и я понял, что мне нужно поститься и давать в пост сразу. Не получится, братья и сестры. Потому что когда спортсмену приходит заниматься в спортзал, он не берет сразу столь килограммовую штамму. Понимаете, да? Потому что он надо рвется и умрет. Так же и пост, так же и молитва. Мы всегда должны начинать от малого. Мы всегда должны рассчитывать свои силы. Мы всегда должны уповать на Бога. И пост лучше всего планировать. Не то, что спонтанно, если у меня утром встал, давай я попощу сегодня. Пост это такая вещь, которую я должен планировать. Если я говорю сейчас о посте, не о том, когда у меня есть какая-нибудь нужда. Чаще всего мы, я буду об этом говорить дальше. Чаще всего мы берем пост, когда какая-нибудь нужда у меня, братья и сестры. Когда нам что-то нужно поучить от Бога. Или уже так припекло, что давай в пост. Но, знаете, есть такое одно местописание в Библии. Там написано, это в Дианях Апостола, 10 глава. Там описано о Корнилии. А мужем, я хочу немножко сгостить на этом местописании внимания. Там очень интересно так описывается, знаете. Тут написано, что... Ну, в общем, он послал слуг своих к Петру, да, потому что Бог ему сказал, когда Корнилий был в посте и молился. Просто интересно, смотрите, как написано, да. Так, приходит Петр и говорит, поэтому я, будучи позван, и пришел беспрекословно. И так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня. Петр спрашивает мне, для чего вы меня сюда позвали? И Корнилий говорит, скажет, Корнилий как отвечает. Четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу молился в своем доме. И вот стал придан мой муж светлой одеждей, и так далее, говорит. Корнилий услышала молитва твоя, и так далее. Братья и сестры, я здесь хочу такой момент подчеркнуть. Корнилий не молился, у него не... Ой, я извиняюсь. Корнилий не постился и не молился по какой-нибудь нужде. Здесь не описано конкретно, какая-то у него была нужда. Это было просто богоискание. Просто человек хотел быть ближе к Богу. Он хотел приближаться к Богу. Он хотел слышать его голос. Он хотел узнать, а что еще Бог хочет ему сказать? Что Бог для него еще приготовил? Это просто пост был, момент богоискания. И братья и сестры, знаете, для меня я так сделал такой вывод. Когда это вообще лучше всего. Когда ты пастись, а не просто, когда у тебя нужда какая-нибудь, когда тебя припекло. А когда ты просто пастись, а потому что ты любишь Бога. Потому что ты хочешь быть с Ним наедине. Потому что ты устал от этой суетной жизни. Потому что в пасте ты можешь уединиться. Потому что Бог говорит, когда вы паститесь, да, там и так, и так далее, то зайди в комнату, закрой за собой. Зайди в тайную комнату, закрой за собой. И все, что тайный Господь, он услышит, а и воздаст. Вот это момент богоискания, братья и сестры. Это самое, это самый лучший пост, который может быть, я считаю, для христианина. Не тогда, когда нужда, а когда мы просто ищем Господа, чтобы приблизиться к Ниму. Знаете, можно знать о Боге, можно читать, можно просить Бога о Иисуса, можно молиться Иисусу, можно получать от Иисуса. Но можно также быть далеко в этот момент от Иисуса. И вот пост, он помогает нам приблизиться. Без поста, братья и сестры, мы не сможем двигаться просто вперед. Без поста, христианин очень, я уже говорю, да, очень славный. И вот смотрите, Матфея, такой момент, я как раз к нему пришел. Он здесь говорится. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, которые любят в синагогах на углах улиц останавливаться, да, и дальше, и дальше, и дальше. Записывайте, потом дома почитайте. О чем я хочу здесь заострить внимание? Иисус говорит, и когда молишься, да, дальше мы говорим, 6 стих. И также, когда... Так. Нет, здесь о постеже. Сейчас, 16 стих. 16 стих. Так же, когда поститесь, поститесь, не будьте унывы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться. А ты, когда постишься... Я хочу, братья и сестры, здесь, знаете, остановиться на одном слове. Иисус говорит, когда... Здесь не употреблено слово, если... Здесь говорится, когда ты постишься. То есть, Иисус, Он имеет в виду, что это само собой разумеющийся. То есть, когда Иисус, Он был на земле с учениками, мы подходили, задавали вопрос, почему, говорит, ученики Иоанна, они много постятся, да? А твои ученики не постятся. Он говорит, пока я с ними, с вами, с вами, им не зачем поститься. Но когда меня не будет, они будут поститься. И Иисус говорит, так же, когда вы поститесь. То есть, Он не говорит, если вы будете поститься. То есть, если у вас возникнет такое желание в сердце, и вы захотите попоститься, чтобы приближиться ко мне, или у вас возникнет какая-нибудь нужна... Он говорит, когда вы поститесь? То есть, это нормальная повседневная, не повседневная, но частая христианская жизнь. Жизнь постей. И из истории мы знаем, что первые христиане, первоапостольская церковь, они много постились. Если мы вспомним такой момент, когда мы-то и фарисеи, они зашли в храм, и написано... Фарисей, он так молился, «Господь, я благодарю тебя, что я не такой, как эти люди. Я, говорю, даю десятину, и дважды неделю пощусь». Братья и сестры, Богу не эти слова не понравились, то, что Он дважды постились и давал десятину. Богу другие слова не понравились. То есть, я что хочу сказать? Жизнь того времени христиан, вообще израильского народа, состояла из многих постов, из частых постов. Люди тогда часто постились. И два раза в неделю поститься, это было вообще нормально для людей, для христиан того времени. Поэтому я вначале сказал, что сегодня мы... В основном сегодня, в основном, мы постимся, когда уже достанем припечёнку. Павел тоже пишет, знаете, местописание, мы говорим, я часто в постах, есть такое место, да, когда он, как, в корабль, в крушение попадал, часто там меня побивали, часто в тенях и часто в постах. Он очень часто был в постах, и он по долгу был в постах. Он очень много постился вообще, поэтому его жизнь, она была на высоте. Поэтому жизнь, она, его была пред всеми людьми на виду и пред Богом на виду. И ему было, ему было, что дать людям, потому что он, то, всё, что он получал в постах, всё, что он получал от Бога, получал в постах. Многое, я извиняюсь, не всё, многое, многое. Итак, идём дальше, да, пост, мы поговорили немножко о посте, что это такое. Я хочу сказать, пост, он не будет постом, если не будет цели. То есть, поговорим сейчас, какие бы вообще цели в посте были. И вот, я знаете, когда покопался в Библии, я такие основные цели, я сейчас зачитаю, которые есть в Библии, очень интересные. Но мы их потом соединим в три основные. И вот смотрите, это покаяние, Неневия, Царя Хав, израильский народ. Это нужда, Исфирь, Исдра. Это богоискание, Корнили. Это откровение о будущем, Даниил. Это принятие и решение, также израильский народ. Охрана и благословение, Исдра. Заступничество и хадатайство, это Моисей. Восстановление разрушенного, они едли. Служение, это уже в Новом Завете, да, когда на служение должны были поставить диагонон, они постились, написано, и потом поставили. То есть, служение и получение силы. Это Господь Иисус Христос. Написано, когда Он вышел из пустыни, Он возвратился в силе Духа. И эти все такие основные яркие моменты я выделяю в три. Это покаяние, это богоискание и это нужда. И, как я уже говорю, счастливы, конечно, постимся по третьему пункту. И, знаете, вот сегодня христиане, люди, вообще мы всегда что-то ищем. Мы всегда, Библия нам говорит, вот, поздно. Ищите, ищите лица Божьего, да. И мы люди, мы христиане, неважно, люди, христиане, в смысле верующие и неверующие, мы все что-то всегда ищем. Мы утром встаем, мы ищем, во что нам одесса, что нам покушать, куда нам пойти, кому позвонить, что нам на компьютере кому-то написать. Всегда, всегда мы в поиске. А Библия нам говорит, ищите лица Божьего, ищите Царство Божье и правды, и вот остальное все приложится вам. И вот такой вопрос опять, братья и сестры, почему, зачем? Почему нам такое написано? Ищите лица Божьего. Мама, ты и я? Потому что, как только человек, он перестает искать лица Божьего, он начинает сразу искать что-то другое, родители и сестры. Как только мы перестаем искать лица Божьего, мы сразу начинаем искать что-то другое. Поэтому Библия нас учит, ищите лица Божьего, и просто нам в этом хорошо помогает. Хочу, знаете, еще так, такой вопросик тоже, на который вам не нужно отвечать. Вот что общего у поста и десятины? Мы недавно разрушили об этом, братья и говорили об этом. Вы знаете, и то, и другое было до закона. И то, и другое было от чистого сердца. То есть, не говорил никто Абраму, давай десятину, он дал десятину. И Моисею, который постился первым. Никто не говорил, Моисей, ты должен поститься. И Моисей постился. И сегодня, знаете, вот, если посмотреть так, медиа, телевизор, компьютер, книги, проповеди, столько сегодня говорится о десятине и о посте, очень много, очень большая информация. Там книги, знаете, там три пути к совершенству через пожертвование, там пять ключей познания, там всего, семь шагов до совершенства, столько книг всего о постах. И мы еще размышляем и думаем, давать или не давать, поститься прям или не поститься. А люди это делали вообще, не имея этих книг, этого телевидения и этих проповедей. Они постились и давали, потому что их к этому побуждал Бог, их побуждало сердце просто это делали. То есть, я хочу, знаете, заострить, насколько была тогда жажда по Богу. Я не скажу, что сейчас жажды нету, нет, нет, нет. Просто ее немножко меньше стало, немножко меньше, потому что суета, она все-таки захватывает, да, у нас сейчас жизнь немножко другая, всего стало больше, да, отвлекаться есть, тех мест, куда отвлекаться есть намного больше, чем тогда, чем раньше. И еще, знаете, есть, давайте вот еще поговорим о продолжительности постов. Это интересный такой момент, да? Также вот я покопался в Библии и посмотрел, а какая вот продолжительность бывает постов, сколько люди в Библии постились. Я нашел, что это один день, это три дня, это семь дней, это двадцать один и сорок. И я еще точно не могу сказать, а вот Кармилия пытался посчитать, вроде три, но вроде больше, по-моему, четыре, я сейчас точно не могу сказать. Поэтому я пока не буду об этом говорить. Ну вот смотрите, один, три, семь, двадцать один и сорок дней. И об этих днях много тоже написано, я не могу сейчас много этого говорить, но я также, знаете, что хочу сказать, братья и сестры, что это не просто дни, поста для человека и для какого-то определенного народа. Я вижу в этом также и уровни поста, то есть насколько христианин может идти дальше. Вначале, да, мы всегда начинаем с одного дня. И хорошо, когда мы там можем один день поститься, но дальше есть определенные уровни, и это уже человек, он должен смотреть сам для себя, как ему что действовать, как он хочет приближаться, как он хочет слышать. Вы знаете, пост вообще, я сам не могу говорить о витидневном, о семидневном посте, да, потому что я не был в витидневном, о семидневном. Если я сейчас начну об этом говорить, то было бы немножко неправильно, потому что я не знаю, что там происходит. Но трехдневный пост я брал, я вам скажу, я вам могу с полной ответственностью сказать, что просто это что-то неописуемое, что-то необъяснимое. Это настолько удовольствие, братья и сестры. Ты вообще попадаешь в другое измерение. Ты находишься вообще, тебя здесь ничего не касается. Когда ты хочешь, когда ты ищешь, да, и когда третий день уже подходил, иногда я уже знал, что буду выходить, знаете, мне было немножко грустно. Мне было немножко грустно. Я бы желал еще продолжить, но когда по разным причинам оно не получалось. Я скажу, что это просто здорово. Это просто здорово. Конечно, во время поста происходят различные изменения в организме. Организм он перестраивается, там физически разные эти проходят, да, я сейчас не медик, не могу говорить. Но головные боли, тошнота, суставы, грудь, когда мы идем в долгий пост, да, там давление иногда скачет. И знаете, я что хочу сказать? Почему я об этом говорю? Да, это лишь маленькая часть того, что мы ощущаем от тех стратаний, что Христос переносил на кресте. Это лишь маленькая капелька того, что мы ощущаем, когда мы идем в длительный пост. Джерик Принц, он как-то сказал, я просто слышал его выражение, когда он проповедовал о посте, он сказал, что если вы когда-либо хоть один раз в жизни, говорит, шли в пятидневный пост, то, поверьте, ваша жизнь, она уже не будет прежней. И вот я не знаю, я хочу попробовать, пока не знаю, как и когда, но мне хочется попробовать. Я хочу, чтобы моя жизнь, она действительно тепла уж как прежде. Давайте еще несколько вопросов раз возьмем. Вот интересно, знаете, расписание поста. Вот когда мы в посте, что мы должны делать вообще в посте? Потому что мы понимаем, что мы должны молиться, что мы должны уединяться, что мы должны отказываться от пищи, да, а что еще искольного? И знаете, такой интересный момент я нашел. Это книга Ниеми. И мы сейчас почитаем. Девятое книжное. «В двадцать четвертый день этого месяца собрались все сыны Израиля, постящиеся и во вредищах, испекла на головах своих, и отделила семья Израиля от всех инородных, и стали, и исповедовались во грехах своих, и в преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги и оконах Господа Бога Своему, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу Своему». Ради и сестры. Интересный момент. Вот давайте сами делайте математику теперь, да? Я почитал. Очень интересно, потому что я помню, у нас одна сестра была в церкви, я сейчас нету, она как бы пообещала, дала Богу обет, что каждую пятницу она будет в посте. И, ну, знаете, как первая любовь там обогоняет, туда-сюда, в общем. Потом понимает уже, что ей трудно это делать, понимает, что не всегда получается, и что до двух, до трех часов она просто лежит в кровати. Кушать же нельзя. Как потом, значит, ну там, встать чуть-чуть почитать, чуть-чуть помолиться. Это так было на самом деле, я не утребую сейчас, ни в коем случае. Потом, конечно, она не смогла, она перестала это все делать. Не знаю сейчас, как, что, ну, я знаю одно то, что лучше, как написано, не обещать, чем обещать и не исполнить, да? А тут конкретно написано, смотрите, четверо дня они читали Слово Божие. Вот хотите, берите для себя вот такую математику, хотите, если вы берете, допустим, если мы берем, если я беру одно дневное, там, или двух, или трех дневное, не поздно, да? Четверть дня у меня уходит на чтение Слова Божьего. Это хорошо. Вот так конкретно написано в Библии, да? Потом четверть дня они исповедовались. То есть я могу исповедоваться перед Богом, я могу открывать ему свое сердце. Здесь также момент Богоискания. И третье, смотрите, они поклонялись, они поклонялись Богу. Также в посте это важно, поклонение Богу, когда мы открываем, когда мы признаем Его величие в своей жизни, когда мы вообще пост, это мы говорим Богу то, что мы без Тебя не можем что-то сделать, мы без Тебя не можем вообще двинуться, идти дальше. И то есть ведь мы показываем еще глубже свое смирение перед Богом. И написано, Бог гордым противится, а смиренным, что дает благодать, и Он даст эту благодать, когда Он видит наше сердце во время поста. И дальше там они, если мы почитаем это небо, они вообще там идут, я своими с вами скажу, общение, общение, братья и сестры, оно так важно, общение, Бог так хочет, Он так иногда долго ждет некоторых, чтобы просто пообщаться, поговорить как со своими будущими людьми. И пост это не что лучше поста, как мы можем прийти и поговорить просто с нашим Господом один на один. Поверьте, откровения в жизнь придут, поверьте, жизнь изменится, поверьте, жизнь, как сказал Дарик Принц, она не будет уже как раньше. И теперь, в принципе, я уже сейчас буду заканчивать. Мы так часто, знаете, братья и сестры, ходим в нашу жизнь, в нашу жизнь перемен, чтобы они пришли в нашу жизнь. Мы так часто говорим друг другу, говорим Господу, что я уже не хочу так дальше жить, я уже не могу, я уже устал, я хочу, чтобы моя жизнь столько поменялась. Я молюсь об этом, я прошу об этом, я хочу сказать, попастись об этом. Попастись об этом. И тогда действительно твое хочу, оно станет реальным. Мы хотим легкого христианства, мы не хотим, знаете, переусердствовать, жертвовать ради достижения каких-то духовных целей. Но поверьте, да, если мы не будем жертвовать, если мы не будем смиряться пред Богом, если мы не будем приносить себя в жертву для Бога, то мало тогда, что будет в нашей жизни меняться. Тогда будет просто обычное хождение, знаете, в церковь. Все будет обычно, ничего меняться не будет. Бог говорит. Я уже сказал, что мы должны себя к посту длительному особенно готовить заранее. И кроме вот этих физических таких побочных эффектов, которые мы чувствуем, есть еще духовные побочные эффекты. И я скажу, их в принципе не так уж и много, но это искушение, которое приходит во время поста. И это непонимание часто. Потому что бывает так, что люди тебя не понимают и даже как-то критикуют. Ну, бывают такие моменты. И мы должны понимать, что это все будет. И это все правильно, и это все хорошо. Значит, мы на правильном пути к достижению цели. Значит, скоро мой ответ придет ко мне. Скоро то, что я прошу, то, что я хочу, оно сбудется. Потому что раз дьявол встает на твоем пути, значит, он не хочет, чтобы это произошло. Как это было там у Даниила, да, помните? В посте, я так считаю, нужно больше времени уделять молитве. Нужно больше времени уделять чтению Слова Божьего. Почему, братья и сестры? Во-первых, мы начинаем больше молиться, хотя бы вообще, чтобы просто поменять нашу привычную обстановку. Вот как мы привыкли раньше, даже если у нас есть определенные там часты для молитвы. А здесь мы что-то меняем для себя. Читать Слово Божье больше. Почему? Смотрите, в момент поста мы ослабляем нашу плоть, она становится слабее. Но если мы не будем читать Слово Божьим, если мы не будем, как сказал Иисус Христос, да, не хлебом единым будет жить человек, но всяким Словом, исходящим из Иисуса Божьего, мы не будем питать наш дух, то так же наш дух он не окрепнет. Он так же останется слабым, понимаете? Если мы не будем читать, если мало будем читать. То есть, плоть мы должны уничижать, плод мы должны смирять, а дух, он должен возрастать. А как? Так, если тело, если пища для тела, чтобы наше тело было крепким, то Слово Божье для духа, чтобы наш дух был крепким. Поэтому надо много читать. Также во время поста, братья и сестры, размышления. О чем наши мысли? О чем мы должны размышлять? Размышляйте о горнем написанном, где Христос всегда и с моего Отца. И если, я думаю, во время поста у нас не получается размышлять, о Боге, то во время нашей повсеместной, повседневной жизни у нас вообще тогда, наверное, не получится, если во время поста мы не будем размышлять о Боге. Так же общение, братья и сестры. И еще я хочу такой очень важный момент сказать, и, наверное, мы будем заканчивать. Это в книге Исаии написано. Момент налаживать отношения во время поста. Это тоже очень важная деталь. И Бог сам говорит, вот этот пост я избрал, поэтому я не могу пройти это место, знаете, не поговорив о нем. Он говорит, «В отпуск, который я избрал, разреши оковы неправды, разреши узы ярмал, и тюных отпусти на свободу, расторни вся для ярмал, раздели с голодным хлеб твой, и с китающихся бедных введи в дом, когда увидишь на кого одень его, и от единогромных в общем, в общем, тогда, вот смотрите, тогда откроется, как заря свет твой, исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобой, и слава Господне будет собрана». Какое местописание «Слава Господне будет сопровождать тебя, братья и сестры?» Ты будешь во славе, но это не твоя слава будет, слава Господня. Будут все видеть, понимаешь, что что-то с этим человеком не то, он что-то важное несет, он сияет как-то по-другому, но это не твоя будет заслуга, братья и сестры. Вот это важно, что это не ты сам этой славы достиг, а потому что Бог, он пришел в эту ситуацию, о которой ты просил. Бог, он пришел, и он там сам все навел порядок, сам все сделал, когда ты сделал вот то, что мы писали, то, что мы читали выше. Во время поста важно вспомнить, кого ты обидел, у кого он у тебя над ним, на кого-то что-то есть, к с кем ты не любишь приветствоваться в церкви, пойди, обними, поцелуй его. Важно налаживать эти отношения. Бог это хочет, Бог это не просто, он требует этого. Он требует этого. Вот во время поста, говорит, и он это сделал. То есть, немаловажная деталь, да? Молиться, читать Слово Божие, поклоняться Богу, и еще налаживать свои отношения. То есть, смотрите, он говорит, вы взываете ко мне, говорит, почему ты не слышишь? А Бог говорит, да вы посмотрите вокруг, вокруг, а что творится? Люди, которые вас окружают, да они под ядом, как тут написано? Ну, в общем, в плохом состоянии. Да? Это по вашей вине. По вашей вине. И так же это в ваших руках все это исправит. Идите, исправляйте. Идите, исправляйте. Вот такой пост мне выводим, вот такой пост я буду принимать. Пусть Бог нас благословит, дорогие и сестры. Почему еще, знаете, я вот сказал эту мысль, но не договорил ее. Почему хорошо пост заранее планировать? Вот не так, чтобы, допустим, сегодня проснулся и решил, допустим, жена вовремя завтрак и обед не успела отдать. Ну, давай попощусь. Заодно, да? Потому что глубина поста и качество поста, оно будет выше, оно будет больше. И будет глубже достигнута эта цель. Почему? Потому что, когда я планирую свой пост, я понимаю, за что я беру пост. Я понимаю, для чего он мне нужен. Я могу заранее подготовить те местописания, которые я хочу читать во время поста, которые больше мне необходимы. Я могу вспомнить и подумать о тех людях, которым я должен прийти, которым я должен примириться. Тогда качество и глубина поста оно будет намного глубже. И вот в конце я выбрал, знаете, я их прочитаю и мы закончим. Также у поста есть награда. И вот об этих наградах как раз в Исаии я и прочитал. Тогда откроется как заря световой, исцеление твое скоро возрастет, правда твоя пойдет пред тобою. Тебе не надо будет доказывать, что ты прав, что ты не прав. Правда твоя она пойдет пред тобою, Господь говорит. И смотрите, слава Господне будет сопровождать тебя. И вот я выписал несколько, три местописания из притча, я прочитаю. 15-33. Стравка Господь научает мудрости и славе предшествует смирение. Давайте вместо смирения пост поставим. Я, смысл вот этого не поменяется. Притча 18, то есть смирение мы можем достигнуть через поздно. Притча 18-13. Пред падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Притча 22-4. За смирением следует страх Господин богатства и слава и жизнь. Братья и сестры, это, я считаю, награды поста. Потому что пост, он имеет свои награды. Когда мы заканчиваем пост? Когда, помните, Иисус, он вышел с этой пустыни и пост его закончился сорокодневный, да? Там написано, дьявол отступил от него. Ангелы перестали служить от него, да? И он в силе духа возродился. Вы знаете, то же самое, то же самое с нами будет происходить. Дьяволом ангелы будут служить. Так написано. Слава Господне будет сопровождать тебя. Смотрите, во всех этих местах слава Господне, слава Господне, смирение, слава, смирение, слава. Братья и сестры, смирение через пост. Пусть Бог на свет благословит, братья и сестры. Я хочу знать, чтобы эта тема, она осталась в наших сердцах, чтобы мы, чтобы мы постились чаще. Если мы будем поститься чаще, мы будем расти наша, у нас все сферы нашей жизни будут улучшаться. И я еще не сказал о личном, я в общем посте, это бывает церковный, бывает личный, это долго еще говорить, но я считаю, все равно, если мы будем лично каждый, праведая себя пост, просто так, чтобы искать Бога, чтобы приближаться к Нему, да, я считаю, что и в церкви не надо будет тогда брать общецерковную верность, и тогда обстановка сама собой будет налаживаться, да, потому что, представьте, сколько славы Господней будет заходить в Дом Божий по отдельности, и потом все вместе какая слава будет на этом месте, а? И Сам Господь будет пребывать и посидать нам в престоле, и пусть Бог нас благословит. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok